Вопросы, которые рассматриваются под хадисом 789. Первый вопрос. Таарифун-наджиш улахукму. Что такое ан-наджиш и каково его постановление? Сказал Хафиз ибн Хаджир. Говорит ан-наджиш, что такое ан-наджиш? Бифатхин-нун ула сукунал джим ба'дага му'джима. То есть, читается именно так. Ан-наджиш с сукуном над джим. Говорит луга филлюга и в арабском языке слово ан-наджиш танфир ас-сайт уа истисаратугу мим маканниги. Ли усада. Это когда человек пугает дичь и угоняет ее с ее основного места с желанием охотиться на нее. То есть, чтобы она приблизилась к кому? К охотнику или приблизилась к апкану или приблизилась к удобному месту для ее стрельбы и тому подобное. Юкаль-наджиш тусайда. Поэтому человек говорит надеж тусайда. То есть, как бы я что сделал, напугал дичь. Ан-наджиш угу бибамми ан-наджишан. Говорит надеж тусайд, что такое? Это что такое? То есть, тасриф этого глагола. в арабском языке. А что касается шариата, это когда человек добавляет к цене товара вместе с тем, что он не желает покупать этот товар. Для того, чтобы заставить другого, то есть покупателя, купить этот товар дороже. Почему это явление называется словом надеж? Потому что человек тоже как бы что поднимает волнение. Поднимает волнение у первого покупателя и поднимает его устремление к этому товару. То есть заставляет его покупать этот товар активнее. То есть как бы понимая, что оказывается есть конкуренция в желании этого товара. Не ты один желаешь этот товар купить, еще кто-то пришел и хочет его купить. И это может быть по договору с продавцом. То есть это третий посторонний человек, который повышает цену, договорился на это с кем? С продавцом. В этом случае оба они берут грех. Как продавец, так и надеж. То есть тот, который поднимает цену, не желая его купить. А может быть такое же, что продавец не знает об этом и не договаривался с этим третьим посторонним лицом. И тогда грех берет на себя только вот этот вот. Надеж тот, который взвинчивает цену. А также надеж может происходить от самого продавца. Как может быть? Когда продавец заявляет о том, что он купил эту цену, купил этот товар сам, то есть на оптовом рынке, называет цену дороже, чем он на самом деле купил. Для того, чтобы обмануть этим самым покупателя. То есть когда покупатель приходит к продавцу, сколько стоит товар, продавец говорит 100. Не, давай, говорит, за 90. Давай за 90. Да я его сам за 90 купил. То есть какой мне смысл тебе за 90 продать, тогда как я его сам за 90 купил. Я на... Что делаю? Накидываю на цену в 90-10 и продаю за 100, не имею ничего, кроме 10. Вместе с тем, что он сам на рынке купил за 65. Так. Что делает? Обманывает. Обманывает для того, чтобы обмануть покупателя и продать дороже. Это называется так же, чем надеж. Взвинчивание цены, вместе с тем, что этот взвинчивающий не собирается покупать этот товар. Почему? Потому что он сам является продавцом. То есть и то, и то называется аннадеж. Вот это ясно или нет? Значит, из слов Ибн Хаджира понимается определение слова надеж в арабском языке. Что надеж это привидение в волнение дичи. То, что ты его пугаешь, заставляешь его уходить со своего места. Поэтому, исходя из арабского значения, это слово начало употребляться как терминологическое в шариате. Когда человек взвинчивает цену, почему называется надеж? Потому что он тоже как бы что делает? Взволновывает покупателя и заставляет его устремиться к этому товару более активнее и купить его по любой цене. Понимая, что существует конкуренция относительно этого товара. Это, иншаллах, понятно. И затем упомянул то, что в шариате надеж может быть нескольких видов. Может быть, третьим посторонним лице заключаться так, что он договорился с продавцом или не договорился с ним, а может исходить от самого продавца, который говорит, я сам купил этот товар за столько-то, вместе с тем, что он этого товара за столько-то не купил. То есть купил гораздо дешевле. Все это является надежем и является грехом. Этот вопрос, иншаллах, ясен. Далее, следующий вопрос. Субтитры сделал DimaTorzok